12 детей-сирот в этом году стали счастливыми обладателями собственных квартир в Анадре. Администрация города полностью обеспечила заявленные потребности. Сегодня мэр окружного центра лично вручил ключи двум новоселам. Особый прием на личной встрече с мэром Анадря – новосела. Ребята, когда-то оставшиеся без попечения родителей, а сейчас достигшие совершеннолетия, сегодня получают ключи от собственных квартир. Я хочу тебе пожелать, чтобы ты встал на ноги, у тебя сейчас будет собственное жилье. Главное, тебе это нормально обустроиться, учиться, работать и так далее. Зухридин Нажмединов и Ярослав Сопин воспитывались в опекунских семьях. Первый – студент колледжа, второй уже трудится на местный ТЭЦ. Недавно парням исполнилось по 18. Пришло время покинуть отчий дом и начинать отдельную самостоятельную жизнь. Я уже считаю себя взрослым и думаю, я буду ответственным. Буду продолжать учиться и жить отдельно. Квартира есть, квартира в хорошем состоянии, обеспечиваю. Хорошая была, ремонт сделан. В дальнейшем, думаю, буду соблюдать все правила, не шуметь, всякие гулянки, пьянки, гулянки не буду. Создавать семью свою. Путевку в самостоятельную жизнь в этом году в Анадоре получили 12 человек из детей-сирот. У каждого теперь есть собственная однокомнатная квартира. Об этом позаботилось государство. В течение пяти лет это такой договор специализированного найма. Это норма федерального законодательства, созданная именно для того, чтобы кто-то не воспользовался доверчивостью этих ребятишек, чтобы какие-то в кавычках добрые люди, так сказать, не подбили их на приватизацию и продажу этого жилья. То есть дает возможность им повзрослеть, встать на ноги и впоследствии, так сказать, уже договора заключаются на иной основе. Число нуждающихся в квартирах в начале года было равно пяти. Но уже ближе к осени правом на жилье на законных основаниях решили воспользоваться еще семь человек. Средства на это были выделены без промедления. И администрация смогла закупить дополнительные помещения. Жилье в городе подорожало, и мы это видим по нашим сделкам. Но надо сказать, что и правительство, губернатор, департамент социальной политики все это дело учитывают и лимиты повышаются. То есть если еще года полтора назад квартира стоила 3-3,5 миллиона, а сейчас и 5,5, и 5,7 сделки бывают и такого характера. То есть я хочу сказать, что в нашем городе, в нашем регионе эта проблема решается гораздо более оперативно, чем во многих других местах. Отмечу, что квартиры приобретаются на вторичном рынке. Они должны соответствовать нормативам по площади. При необходимости муниципалитет делает в помещениях ремонт. На сегодняшний день в Анадре детей-сирот, нуждающихся в законном жилье, нет. Анна Мартяжкина, Арсений Гусев, Вести Чукотка.